Ну, собственно, темная зима. Должны были мы и на темную зиму посмотреть. Наверное, с ней меньше всего вопросов. Самое главное для темной зимы – не спутаться с темной осенью. Это тоже две сестры сезона, которые между собой могут иметь и пересечение в палитре. Мы можем посмотреть, что у нас есть как раз на стыке бордовых оттенков. На стыке фиолетовых оттенков у нас есть пересечение. На стыке сине-зеленой гаммы есть пересечение между палитрами. И стилистам несложно, они всегда знают, что вот есть коричневые оттенки, красно-коричневая гамма. Соответственно, стилисты всегда знают, что если говорить о сравнении этих сезонов, мы очень легко можем вывести общее между ними. Но также будут и принципиально различные оттенки, связанные с различными характеристиками колорита. То есть с отличными друг от друга. Потому что двойная глубина, то есть глубокие оттенки с такой вот, скажем так, границей температур, они будут и там, и там. А вот если мы будем говорить о теплых, холодных, чистых или мягких, то они будут строго распределены. И здесь мы встретим, конечно же, чистые и холодные. А осенью мы встретим больше мягкости и тепла. Ну и, собственно, что главное для колорита – темная зима. Не забывать о ключевой глубине. И вот здесь глубина уже является действительно абсолютным показателем. И только для этого колорита мы можем говорить о роскошном использовании черного цвета, который не будет тускнить лицо, как у светлой зимы, забивать грубостью, как для мягкой зимы, да. Скажем так, темную тень бросать на лицо, как у чистой зимы, да. Все это реакция на черный цвет. Только у темной зимы мы можем встретить хорошую, качественную реакцию на черный цвет. И, кстати, это является тоже дополнительной подсказкой. И в отличие от реакции темной осени, потому что темная осень для черного цвета, конечно, это слишком рисковое предприятие, мы это сразу увидим. И для темной осени, конечно, лучше дальше черно-коричневого или такого темно-коричневого не заходить, потому что для нее это будет уже губительная такая вот жесткость цвета. Ну что ж, есть ли у вас вопросы, дорогие мои?